Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен стану настоящим детективом. Все не просто так, все потому что я кое-что увидела, что обязательно должна разгадать эту загадку. Обязательно сейчас дождитесь, я нашла мертвого человека прямо в мусорке. Посмотрите только, вы посмотрите, лежит мертвая девушка в мусорке, вот в этом баке, который находится около мотеля. То есть, скорее всего, ее убили в мотеле, мне нужно будет сейчас разгадать это преступление. Почему же эта мертвая девушка оказалась в мусорном баке и что с ней вообще произошло? Мы должны разгадать эту загадку и найти преступника, который убил эту девушку. Ну а я, ребята, хочу поблагодарить своего подписчика Белка1412 за такую интересную идею для видео. Если вы, ребята, тоже хотите придумывать очень интересные идеи для моих следующих видео, и чтобы я упоминала ваши ники в Роблокс в этих видео с вашими идеями, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там проходит конкурс, в котором вы можете участвовать, придумывать очень креативные, интересные идеи и попадать в мои следующие видео на моем канале. Так что обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну а я превращаюсь сейчас в детектива и начинаю разгадывать это преступление, что же все-таки произошло. Давайте для начала мы переоденемся, напишем здесь детектив и переоденемся. Вот, смотрите, вот такая вот потрясающая рубашечка у нас есть. О, смотрите, есть вот такой жакет. Очень даже прикольно, мне нравится. Или вот такой. Ну вообще тут очень много всего классного. О, вот этот просто пушка, вот этот оставляю. И давайте здесь тоже пишем детектив. И теперь смотрим, какие же нам штаны предлагают. Смотрите, вот здесь, вот под это, есть вот такие брюки. Кайф. Что мне еще понадобится? Конечно, мне нужно сменить шапочку. Обязательно убираем мою шапочку кошечки. И здесь тоже пишем детектив, чтобы выбрать какую-нибудь шапку Шерлока Холмса, например. Да, вот смотрите, вот такая. Почему она такая баганая? О, смотрите, есть вот такая шляпа. Или есть вот такая шляпа. Нифига себе, почему они такие маленькие, я не понимаю. О, смотрите, есть шляпа, которая подходит прямо под мой костюм. Но это все ужасно просто багается. Мне вообще не нравится. Походу придется возвращать шапку кошечке. Может быть, я буду просто специфическим детективом, который будет ходить в шапке в кошечку. Нифига себе. Так, короче, возвращаем шапку кошечке. И, конечно, конечно, мне для того, чтобы быть хорошим сыщиком, хорошим детективом, мне нужно обязательно найти лупу. И, смотрите, здесь есть... Я вообще не понимаю, что это такое. Почему как... Вот, смотрите, есть вот такая лупа. Нифига себе, она прям на глаз, что ли, крепится. Или есть вот такой... Блин, я не помню, как эта штука называется. Вообще не помню. Черт, смотрите, есть еще вот такая лупа. О, давайте, давайте, наверное, вот такую розовенькую сделаем. Есть еще, кстати, вот такая. Давайте, может быть, в очках вообще останемся. Я даже не знаю. Очень много интересных здесь вариаций. Но давайте, наверное, мы все-таки возьмем вот такую лупу, через которую будем смотреть. Конечно, это странно, что она приклеена на глаз. Но, блин, мы должны быть хорошими. А, подождите-ка. Подождите, у нас вроде бы здесь есть лупа, если я не ошибаюсь. Но я не помню вообще. Нет, у нас нет лупы, все нормально. Все нормально, так и должно быть. Мы стали вот такими детективами. И теперь будем расследовать место преступления, где мы нашли мертвую девушку. Так как этот бак, мусорный бак, находился рядом с мотелем и рядом с аэропортом, возможно, что-то произошло в мотеле. Просто убийца выбросил этот труп вот сюда в бак. Поэтому, наверное, первое, что нужно посмотреть, это мотель. Но, смотрите, здесь никого нет, кроме вот этой Ивы. Давайте же посмотрим, кто это. Вот она, это Ивот. Она у нас главная, подозреваемая. А, возможно, а, возможно, и нет. Возможно, вот этот парень. Вот этот GS, GK и так далее. Возможно, это он. Я даже не знаю. Но я предлагаю сейчас сюда зайти и посмотреть, что здесь вообще происходит. Что здесь такое? Смотрите, все стены выкрашены в розовый цвет. Возможно, что они старались скрыть пятна крови, поэтому перекрасили полностью всю стену. Но пока никаких следов убийства я здесь не вижу. Вообще, все достаточно обычно, не вызывает никаких подозрений. Это, конечно, интересно. Но, возможно, они убили девушку уже давно. И поэтому успели все изменить здесь. Все превратить в розовый цвет. И убрать с себя какие-то подозрения. Здесь стоит, значит, бутылка воды. На кровати никто не спал. На диване никаких следов нет. А здесь просто лежит книга. В принципе, номер выглядит как обычный номер. Но здесь... Так, давайте еще посмотрим, что. Здесь ничего не спрятано, ничего не скрыто. Ванная абсолютно чистая. Никаких подозрений комната не вызывает. Вообще никаких. Давайте посмотрим, что за креслами. За креслами тоже ничего нет. Сами кресла тоже достаточно аккуратные, ровные. Здесь вообще как будто нет действительно никаких намеков на то, что здесь было совершено какое-то преступление. Но, возможно, что они, может быть, были свидетелями в данном преступлении, так как недалеко находятся. А, возможно... Так, давайте-ка мы сейчас допросим вот эту девушку. Давайте мы ее допросим. Вообще, можем ли мы ее опросить? У нас, к сожалению, мы не полиция. У нас нет ордера на арест. Вообще ничего. Итак, давайте возьмем ее и отвезем ее в полицию, чтобы полицейские ее допросили. Но она не хочет. Она не хочет. Возможно, что она просто невинный житель и ничего не видела и ничего не подозревает. Что-то, может быть, что произошло рядом по соседству в мотеле, что-то плохое. Хорошо, давайте посмотрим, какие еще дома у нас есть недалеко от мотеля. То есть, скорее всего, это должны быть дома на вот этой стороне, потому что та сторона все-таки очень далеко. Ну, а возможно, что по итогу будет такое, что этот труп просто отвезли как можно дальше от дома. Вы посмотрите, здесь нет абсолютно никаких вообще домов. Здесь ничего не стоит. Все-таки, наверное, отель это самое подозрительное, что у нас есть. Но давайте я, наверное, сяду в свою вот такую машинку. Машина сыщика. И теперь отправлюсь в какой-нибудь в следующий ближайший дом. Осмотрю места вообще там. Что там происходит. Но, возможно, девушка была убита вообще даже не в доме, а в каком-то другом месте. И, возможно, что место преступления находится вообще не в каком-то доме, а в каком-то действительно другом месте. И поэтому будет, конечно, очень сложно найти, так как у нас нет ни свидетелей, никакого места преступления, никаких улик, абсолютно ничего. Ноль информации вообще обо всем. Здесь дом пустой. Но давайте, наверное, мы проникнем вовнутрь. Все-таки мы сыщики. И осмотрим этот дом изнутри. Посмотрим, что там вообще. Что там происходит такого. Поэтому будет интересно посмотреть, да почему я постоянно так багаюсь. Днешний дом выглядит очень даже неплохо. Все достаточно чисто, все достаточно аккуратно. Смотрите, тут какая-то странная панель управления, которая вызывает, если честно, какие-то вопросики. Очень интересно, что это. Возможно, что это как-то могло быть связано с местом преступления. Но, возможно, и нет. Возможно, ничего не связано с местом преступления. И это просто обычный пустой дом, который очень аккуратный, очень ухоженный. Поэтому, если честно, я даже не могу сказать, что здесь что-то произошло. Потому что в доме полная чистота. Никаких улик, ничего нет. Никаких следов. Ничего. Абсолютно просто чистый, хороший дом. Жителя просто нет в доме. Но мы сейчас просто спокойно уйдем, ничего не нарушив. И все. Я сажусь в свою машину и просто не понимаю, где, с чего мне начать. Мне кажется, нужно обследовать место преступления, которое находилось вот там вот. Но, в любом случае, труп мы уже отправили в морг. И ждем каких-то результатов, анализов от врача, который нам скажет хоть что-то. Может быть, на теле были найдены какие-то улики. Но здесь, вокруг бака, вообще ничего нет. В самом баке тоже полная пустота. Такое ощущение, что работал очень-очень умный преступник, ребята. Я даже не знаю, кто это может быть. Вы можете написать свои догадки в комментариях, кто же убил эту девушку.